Президент Касым Жомар Токаев предупредил о рисках дефицита продовольствия в странах ЕС. Об этом глава государства рассказал коллегам на заседании Высшего Евразийского экономического совета. По его словам, более 700 миллионов человек страдают от нехватки продовольствия. В наших странах ситуация значительно лучше, но рынки уже чувствуют давление растущих мировых цен на продтовары, и острота проблем растет. Подробнее с повесткой заседания ознакомилась моя коллега Зарина Беремкул. Зарина, что могут предпринять члены Евразийского экономического союза, чтобы обеспечить доступными продуктами население наших стран? Добрый вечер. Как сообщил президент Касым Жомар Токаев, уже есть первое решение. Это проект общих принципов и подходов к обеспечению продовольственной безопасности, который разработала Евразийская экономическая комиссия совместно со странами Союза. В этом документе прописаны меры, направленные на обеспечение продуктами, минимизацию рисков появления дефицита, а также меры по импортозамещению техники, используемой в агропромышленном комплексе. Проект могут принять уже в декабре на следующем заседании Совета в Алматы. Кроме того, Касым Жомар Токаев призвал коллег уделить внимание и ускорить переговоры по заключению соглашения о свободной торговле с Израилем, Египтом и Индией. Этот вопрос на повестке дня вот уже 5-6 лет, но сейчас, в период восстановления экономик после коронакризиса, сотрудничество с третьими странами становится особенно важным. При этом президент Казахстана добавил, что Евразийский экономический союз может усилить влияние на мировые товарные потоки. Для этого нужна современная логистическая инфраструктура, есть уже общий пакет таких проектов. Важно не только ускорить их реализацию, но и создавать привлекательные тарифно-ценовые условия для обслуживания трансграничных товарных потоков, как и ранее призывая наши транспортные ведомства к более тесному сотрудничеству. Зарина, а как в странах ЕС намерены выправлять ситуацию? Ведь пандемия нанесла мощный удар по экономике. Да, Наталья, всем понятно, что восстановление экономик напрямую зависит от благоприятной эпидситуации. В этом вопросе тоже предлагается объединить усилия. Наш президент призвал коллег сотрудничать в области науки и фармацевтики, а также в случае необходимости координировать свои действия при установлении санитарно-эпидемиологических режимов. Спасибо. Зарина Беремкул рассказала, о чем говорили главы государств на заседании Высшего Евразийского экономического совета.